Приветствую вас. В первую очередь хотелось бы сказать Викторе, что психологи не дают советов, вот, и, соответственно, давать совет, мягко говоря, рискованно, вот, мягко говоря, непрофессионально, а вообще-то, ну, является нарушением этики, поэтому за советом вам нужно кому-нибудь, ну, не к нам. Это первое. Второе. То, что вы себя накручиваете, может быть, проявлением навязчивых мыслей, вот, если вам надо обратиться к врачу, обратиться к врачу, вот, типа он вас смотрел, и, соответственно, какой-то диагноз, если есть, поставил, то, соответственно, лечение, в том числе и психотерапевтического вам назначатся. Если ничего такого нет, а мне, в принципе, кажется, что ничего такого нет, вот, то я думаю, что есть, ну, вот, такие навязчивые мысли, да, они в целом являются, являются следствием определенных потребностей, которые, которые вы сами себе подавляете, скорее всего, вот. То есть вам, словно говоря, чего-то хочется, вот, вы это в себе зажимаете, вы не позволяете этому проявляться, это выражается в виде таких вот мыслей. Дальше, если мы говорим про то, что вам мерещится везде именно что-то плохое, да, если мы говорим об этом, конкретно об этом, то здесь у вас есть агрессия, агрессия, которую вы сдерживаете, которую вы не позволяете себе проявлять, вот. Здесь я бы обратил внимание на личные границы ваши и на то, как вы их отстаиваете, на то, как вы их защищаете, на то, как вы их проявляете, другим людям, в частности. Во, это очень важный, как мне кажется, аспект. Соответственно, на эти все вещи вам нужно обратить свое внимание. Внимание. Дальше. Вы боитесь неопределенности, скорее всего. Страх неопределенности, как правило, возникает тогда у человека, когда он, мягко говоря, не добирает сам себя. И, соответственно, вам нужно посмотреть здесь, в чем и как вы себе не доверяете. Вот. Как это происходит, что вы себе не доверяете? Вот. Это очень важный момент на самом деле, вот. Потому что, недоверие себе довольно тяжело переносить, довольно тяжело переносить. Не доверяя себе. Оно и понятно, довольно много энергии здесь прадится, собственно, вот. в пустыне. Вот. Естественно, человеку легче жить от этого, ну, не становится. Вот. Что, в принципе, логично. Вот. Вот. Поэтому здесь момент, связанный с контролем. Вот. Ну, то, что вы пытаетесь контролировать, скорее всего. Здесь момент, связанный с доверием себе. Вот. Повторюсь. Здесь момент, связанный с некоторыми требованиями к себе. Вот. Порой. Я, наверное, ну, так, болтяточно жёсткими и не всегда адекватными, наверное, по отношению к вам. Вот. 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 То, на что вам нужно обратить здесь своё внимание. Дальше. Идём. Так. Часть всего я понимаю, что это пустяки, но страх всё равно остаётся. Буду рада любому совету. Большое спасибо за ответ. Если вы понимаете, что это пустяки, но, значит, страх всё равно остаётся, то здесь интересно следующее. Здесь интересно, интереснее, точнее всего, интереснее всего, пожалуй, то, что эти самые пустяки, как вы их называете, для вас получается важнее, чем ваша остальная жизнь. Да? Вот, соответственно, возникает вопрос. Соответственно, возникает вопрос. На сколько вам интересна ваша жизнь в целом? Вот, насколько она вам интересна, насколько вы её, вот, свою жизнь, собственно живёте? живете, ну полноценно, скажем так, потому что, видите ли, если такое с вами происходит, то вполне вероятно, что не так уж и полноценно вы живете свою жизнь, не так полноценно вы ее раскрываете, не так полноценно вы ее реализовываете, вот, и если так, если так, то ничего удивительного, что вы обращаете условное внимание на пустяки, потому что если не эти пустяки, то простите, чем тогда жить, как бы, вот, то есть чем тогда увлекаться, то есть здесь похоже на подмену интереса своей жизни, ладно, вот, ситуация неприятная, вот, вне всякого сомнения, но, что есть и что есть, вот, поэтому обращать внимание я бы вам рекомендовал бы на эти моменты, вот. следующее, эээ, повторюсь, повторюсь, эээ, психологи не дают советов, то есть вам не совет нужен, а работа над собой, вам нужна психотерапия, а не совет, совет вам здесь не поможет, не поможет, не поможет, если вы считаете, что ваша проблема настолько не уникальна, что вам поможет совет, то вы, ну, я бы сказал, что у вас есть еще определенные трудности с самостоятельной, вот, потому что, ну, вы, как бы, обесцениваете в данном случае свою проблематику, вот, что, на мой взгляд, является очень печальным, грустным и совершенно неприемлемым действием по, допустим, отношению к вам, вот, поэтому совет вам не помог, совет вам только навредят, вот, вам нужна психотерапия, вот, если у вас это продолжается несколько, несколько лет, то не лишним будет обратиться к врачу, чтобы исключить какого-либо плана заболевания, вот. А себя, себя саму, вам имеет смысл спросить о том, как часто я слышу себя, вот. Ну, то есть, вот как часто я позволяю себе проявлять и выражать то, что меня волнует и интересует, вот. Нет ли у меня, там, допустим, не знаю, склонности какой-то, например, да, вот. Нет ли у меня каких-то, ну, там, не знаю, сомнений относительно себя, себя, вот. Это всё важный момент, и вот, как мне, например, кажется, что вы сами на это особо внимания не обращаете, вот. Почему-то мне так кажется, вот. Поэтому нужен вам кто-то, нужен человек, вот, который вам, как бы, на это обратит внимание, вот. и поможет вам сделать свою жизнь более, ну, более, более полный, что ли, например, вот. Вот, такой ответ я могу вам дать. На этом всё, надеюсь, что помог вам, надеюсь, что это было полезное и интересное вам. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Не отчаивайтесь, любые проблемы решаются, но нужно, чтобы вы обратились самостоятельно за помощью.